Итак, часть Торы для сегодня – Пекудей, и Пекудей – это последняя часть Торы из книги Исхад. И на следующей неделе мы начнем книгу. Какую книгу? Левитов. Итак, что здесь происходит? Пекудей означает что? Это исчисление. Вот. Они исчисляют все эти деньги, чтобы построить эту скинию. Кто знает, что лидер должен отвечать финансово? Все должны быть ответственны. Это так важно, потому что вы не хочете, чтобы кто-то убежал с деньгами. Что происходит? Это они винили Моисея, что они взяли, что он взял деньги, и, конечно, это Моисею не нравится. И он говорит, что нет, они исчислены. Исход 38, 21. Вот исчисление того, что употреблено для скиния откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифа-Маара, сына Ааронова священника. Очень много людей зависит в этом исчисление. Кто знает эту притчу даров или талантов? И талант – это не способность петь. Как мы думаем, Америка есть талант. Это слово «талант» не это означает. Оно означает «деньги». Сколько денег было в одном таланте? Мы слышали, что одному было дано один, другому два, другому пять. Сколько это талантов? Вы сейчас узнаете. Исход 38, 24. Всего золота, употребленного делом на все принадлежащие святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 стеклей священных. Один талант – это 70 фунтов. Так, 29 талантов – это 2000 лб или фунтов золота. Можете вы представить? Один аунц – это 1000 долларов. Можете вы это представить? 2000 фунтов золота. Ведальше мы читаем, что золото талантов серебра, проведено на 100 талантов по таланту, а из 1070-75 стеклей, сделан крючки и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меде, же принесенный в дар, было 70 талантов и 2400 стеклей. И это было первое 100 талантов, потом 70 талантов. Итак, скинье Моисея была очень-очень дорогая. У них было... Они прибыли эти все деньги от египтян, когда они уходили. Но, как я уже сказал, они обвиняли Моисея. Но это, что Бог говорит в числа 12-7. Но не так, как с рабом Моисеем. Он верен во всем тому моем. И мы встречаем с этой книги, что люди должны быть ответственны. Перейдем в Новый Завет. Лукия 16, 1-2. Это еще говорит своим ученикам. Один человек был богат, имел управителя, на которого один из слов было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе. Дай отчет управления твое, ибо ты не можешь более управлять. Здесь мы встречаем притча. Это что Мессия будет делать всеми нами. Нам придется дать ему отчет. Если тот обвинитель, тот, который обвиняет каждого из нас, что мы не хорошие управители, а Бог скажет, пригоди, давай посмотрим, как ты использовал таланты, которые дал тебе. Потом дальше, 10-11. Верный малым во многом верен, а неверный малым неверен и во многом. Итак, если вы неправедно в богатстве не были верны, кто поверит в вам истинное. Кто знает, что наша экономия разрушится, и уже деньги не будут цениться. Но сейчас все стараются достичь этих денег. Это что они желают. Ага, настоящее богатство. То, что находится в небе. Да, мы можем иметь все богатства, но оно все сгорит. Когда мы явимся перед Богом, все, что мы... Видите? У нас не будет что показать, потому что все будет сожжено на земле. Вся земля исчезнет. Что у нас будет? Это что-то вся часть Торы нам говорит. Риминам 14-12. Так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Я не думаю, это не будет переди всех ангелов, но я думаю, что Бог посидит каждого из нас лично перед ним и скажет, «Итак, скажи, как ты сделал на земле?» Как он сказал Адаму, «Где ты?» Бог знал, где находился Адам. Но он говорит, «Дай отчет от себя». И так Бог будет это исчисление или отчет с каждым из нас. Читаем дальше. Матвея 20-25, 14-15. «И как человек, который отправился в тишую страну, страну, призывал рабов своих и прожил им имение своем. Одному дал он пять талантов, другому два, и другому один. Каждому по его силе и этот час отправился». Но это что, главное? Это нечестно. Он дал ему пять, а этому два, другому один. Это честно. Потому что Он дал им по их силе, по их способностям. Но всегда зависит от вашей способности. Бог не ожидает, чтобы каждый из нас имел то же самое способности. Он дал нам разные способности и таланты. Я славлю Бога, что Он только дал мне один, потому что я могу хорошо работать над этим талантом. 18-19 сих. Получивший же один талант, или 70 фунтов, пошел и закопал его землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. 24-30. Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек какой? Жестокий. Как ужасно! Он думает, что его господин жестокий. Жнешь, где не сел, и забираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю. Вот тебе твое, господин. Его сказал ему ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сел, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе дать серебро мое, торговчим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему даса примножится, а у неумеющего от него все и то, что иметь. А негодного раба выброси во тьму вечную. Там будет плачь и скрежет зубов. Сказав все, я восказал, кто имеет уши, слышит, да слушает. Так. Это прекрасно. У него только был один талант. Да, у них не было много способностей. У него только одна способность была. Он даже мог позаботиться об этой одной. Но это было дано ему. Не то, что Бог сказал, возьми свои деньги и умножай их. Бог дали ему этот талант и сказал, сделай что-то с этим талантом. Проблема-то, что он думал о Боге. Он думал, что Бог какой-то жестокий, неправильный. Но мы должны понять, что Бог добрый. Он не хочет нас наказать или просто догнать нас. Он дает нам способности, чтобы мы могли быть успешными. для его славы, для его царства. Мы должны знать, что Бог хочет, чтобы мы дали отчет, как мы провели, как мы потратили наши финансы. Мы можем сказать, я потратил все свои деньги на игры, на интернет, на любое, потому что вы ставите деньги, где ваш род. Не только финансовые. Ефицианам 5, 15, 16. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Каждый из нас дадет отчет о том, как мы провели наше время. Как мы провели наше время. Это приоритет. Как мы проводим время, когда оно у нас есть. Сидим ли мы на диване и смотрим телевизор, или мы стараемся устроить Божье царство. Когда вы работаете на кого-то, вы работаете, конечно. Проблема это, что никто не понимает, что они работают для царства Божьего. Они думают, что они уже на пенсии. Нет, Бог спас нас, чтобы мы могли строить его царство. Мы также дадем отчет за, как мы потратили наши финансы, но также дадем отчет за наши слова. Матвей 12, 13, 36, 37. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ. День суда, ибо от слов своих оправдаясь и от слов твоих осудишься. Мы дадем отчет нашего времени, наших финансов, и дадем отчет каждого слова, которое мы сказали. Вау. Бога самый лучший записатель. Все, что мы говорим, Бог записывает. Бога самый лучший диктофон. Мы должны, Он хочет проверить, если мы используем эти слова, чтобы устроить его царство или развалить это царство. Это страшно. Мы дадем отчет за каждое слово. 2 Коринфиана 5, 10, 11. Ибо всем нам должно явиться предсудилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. И так, зная страх, Господин, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вы вашим совестем. Мы получим награду, хорошую награду или, может, плохую награду, но нам придется всем явиться предсудилищем Христова. И Он не спросит верующих, верили ли вы в Меня? Это не важно. Если вы верили, то это прекрасно. Но потом Он спросит, что вы сделали с этой верой? Но говорят, я хочу что-то. Но они вообще-то не хочется. И даже не стараются, чтобы приобрести. Они хотят, чтобы ты принес это для них. Если вы что-то хотите, то вы сами возьмете. Итак, Бог хочет увидеть наше сердце, наша мотивация для всего. 1 Корпианам 3.12.15 Мы знаем, что Ищу это фундамент, строит на это построение золота, серебро, драгоценных камней, другие дерева, сено, соломы. Каждое дело обнаружено, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какого он есть. Дело, которое он устроит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Мы знаем, что Бог истребил мир потопом первый раз, но второй раз это произойдет с огнем. Кто, когда-то был пожар. Вы знаете, когда-то дом сгорит. У моей сестры ее дом сгорел. Это было ужасно. Но вы были спасены, потому что вы еще здесь присутствуете. Итак, что-то говорит, это все, что мы сделаем в нашей жизни, все наши дела, они будут испытаны огнем, и Бог увидит. Вот, твоя награда зависит от того, что осталось после этого огня. И если вы возвращаетесь, и после того, как дом сгорел, может, вы некоторые вещи найдете. Но самое важное, это строите ли вы с деревом, сеной, соломой, или вы строите с золотом, серебром и драгоценными камнями. Потому что, если вы строите драгоценные, то это, у вас не будет потери. Да, будет пожар, но это все равно у вас будет. И что самое важное, это что все верши должны понять, что сейчас вы строите свой дом будущего. Я не строитель, я не могу устроить дом. Может, вы сами можете построить свой дом, но я не могу. Но каждый из нас может построить наш вечный дом. Мы можем устроить сейчас этот момент. Мы строители, которые строим этот дом на небе. Некоторые из нас будут жить в распадавшем доме, а другие будут богатые дома. Что мы должны понять, это мы строим для будущего. Верующие думают, что евреи спасены делами. Они знают, что делами они спасены, но они делают эти дела, чтобы построить дом для вечности. и так Бог нас спасает, чтобы потом могли работать. Можете ли вы представить, как бы вам понравилось бы в вечности иметь этот маленький домик, который не имеет никакой цены. Я думаю, что мы все строим дом сейчас. У нас не будет возможности это делать в будущем. 2 Тимофея 2.21 О Большом Доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и клиненные. Един почтение, другие в низком употреблении. Кто, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, священным и благоприятным владыке, годным на всякое доброе дело. Во время этого новой земли и неба будут эти сосуды для почета и также для низкого употребления. Некоторые золота и серебра, другие зерева, глины. Мы знаем, что Мессия уже в нас. Что мы позволяем, чтобы он строил в нас? Нам надо быть готовым на всякое доброе дело. Возвращаемся к нашей Торе Исусу 12.1.2 И сказал Господь Моисею Иерону, где? Земля Египетская. Это была первая заповедь, которая была дана Израилю. Это было в этой языческой стране. И первая заповедь, которую он дал, он говорит, если мы будем жениться, ты должен встать на мою календарь. Это что так важно? Он говорит Моисею, этот месяц добудет у вас начало месяца. Первым добудет он у вас между месяцами года. Это месяц Несан. Это не январь. Бог, первая заповедь, это календарь. Читаем Исхода 41.3. Другой стих это в Египте. Но через год, здесь мы встречаем, что Господь говорит Моисею, первый месяц, первый день месяца, поставь скинье собрания. То, которое ты строил. Это первый день месяца. Как выглядит луна? Новая луна. Новая луна. Луна очень важна. И когда мы заканчиваем эту книгу исходов, давайте посмотрим на стих 16. И сделал Моисею все, как повелел ему Господь. Так и сделал. 17 стих. Первый месяц второго года, первый день месяца, поставили на скинье, первого месяца, это очень важно. И это полное затмение, которое будет 8 апреля. Это будет напоминанием этого события. Это как важно 8 апреля. Это будет начало, чтобы Бога был полным затмением. Это день, юбилея. Это важно. 19 стих. распустил покров на скинье и положил покрышку поверх всего покрова, как повелел Господь Моисею. Он принес этот жертвенник и все покрывает, как ему Бог повелел. 23 стих. И разложил на нем ряд хлебов перед Господа, как повелел Господь Моисею. кто-то что-то замечает. Он сделал все, как ему Бог повелел. Он может сказать, это прекрасно, но я хочу этот день сделать. Я не хочу это первый день сделать. Я хочу на второй день. Но это не что произошло. это не как он чувствовал. Исхода 23 стих. И разложил на нем ряд хлебов перед Господом, как повелел Господь. И поставил лампаду перед Господом, как повелел Господь. 34-35 стих. И покрыла облако скинье собрания. И слава Господня наполнила скинье. И не мог Моисей войти в скинье собрания, потому что осенило ее облако. И слава Господня наполнила скинье. Это прекрасно. Моисей даже мог войти. Мы начинаем книгу Левита, и это Бог говорит, как вы сможете войти? Мы ведем славу Божию, и теперь Бог, от чего мы вошли. Но нам надо следовать Его правилам. Например, если вы хотите идти на луну, вам надо иметь одежду астронавта, или вы не выживете. И что важно, это что в конце творения 1-2 главы бытия, Бог создал этот демпский сад как место для человека и Бога, чтобы они могли быть вместе. Но что произошло? Восстание человек испортило все это, и пришлось уйти. Но теперь в исход у человека есть возможность опять произвести это место, где может человек и Бог быть вместе. и это называется скинье. И это прекрасно, что Бог создал место для нас, и мы испортили, и потом Бог говорит, а теперь ты создай место для меня. Но если мы можем создать это место, то это должно быть по его плану, по его протоколам. вы не можете сделать то, что вы думаете хорошо для вас. А Бог говорит, я говорю, что правильно, и потом вы должны следовать. Если вы не хотите, то вы не будете этого общения. И еще важно, что мы поняли, кто знает, что Бог присутствовал с Адамом и Евой. Божье присутствие в саду не останавливало, чтобы Адам не восстал. Божье присутствие в храме Соломона не помешало Соломону и Израилю восстать. Божье присутствие во время тысячелетнего правления не помешает человеку восстать на Бога, потому что после этого тысяч лет тогда я могу и потом все восстают. Вы знаете, что это означает? Даже после этого тысячелетнего царства, когда будет новая земля, новая земля, человек все равно сможет восстать. Но я думаю, мы не можем грешить в небе, но может мы можем. Но эта жизнь, в которой мы сейчас живем, и потом это тысячелетнее царство, когда Христос будет здесь, это чтобы мы увидели, какое у нас жестокое, лукавое сердце, и как люди могут восстать, даже когда Бог с ними. я думаю, эти семь тысяч лет это Божий план, чтобы мы могли извлечь уроки из истории до нового неба и земли. У Бога должно быть сдерживание для нашего неправильных выборов. Божия свою справедливость и милость не может людям, которые имеют свободную волю, чтобы они восстали. Он не хочет, чтобы мы были как эти роботы и говорили, я люблю, я люблю, но что любовь так делает прекрасно, это что оно происходит само, и что прекрасно, это что мы читаем Исаия 60, 22, 24, как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будет перед самым, так будет всеми вашим именем тогда из месяца в месяц и субботу в субботу будут приходить всякая плоть при лице моем на поклонение говорит Господь и будут выводить и видеть трупы людей отступившие от меня ибо их червь не умрет и огонь не погаснет и будут они местностью для всякой плоти когда будет новая земля и небо каждый месяц каждой неделе Бог приносит это место и говорит посмотрите теперь да мы не хотим таять потому что все равно будет эта свободная воля это прекрасно это меня удивляет мы должны понять что у нас будет эта воля и мы будем отвечать за наше дело да не будет тела не будет сатаны да не будет то что снаружи которое будет нас беспокоить это это будет прекрасно но у нас все равно будет свободная воля и так когда мы говорим отчетным один из самых малых отчетов это был Соломон читаем 3 царство 11 5 8 и стал Соломон служить астарте большинству седонского когда мы видим служить это он побежал не то что она следовала за ним он последовал ее и делал Соломон неугодное предачами Господа и наполнее последовал Господу как Давид да построил Соломон капище хамса мерзостью Моавицкой на горе которая перед Русалимом и Малоху мерзостью Моавицкой так сделал он для всех чужих странных жен и так он еще тысячи других жертвников построил которые кодели и приносили жертвы своим богам вы понимаете что Малох это бог Амонитов и Моавитов и царь Соломон женился на Амонитке и потом это когда произошло Соломон был первый что принес своего дитя жертву у него у него были эти богов это бог Амонитов и Моавитян означает что жена Соломона принесла своего первого ребенка к жертву Малоху и Соломон присутствовал прямо возле нее 3-й царь 11-й царь 9-й царь и разъемлся Господь на Соломон за то что он уклонился от своего Господа Благо Израила который два раза являлся ему кто знает что мы все отчетны кому 7 лет тот тоже отвечает Богу как тот которому 30 и просто гражданин также не так отвечает как судья есть этот разный уровень отчета подумайте на сколько выше ваш отчет если Бог два раза явился и вы не слушаете и просто поворачиваетесь Бог являлся Соломону два раза и сказал перестань но Соломон не послушался Бога и Бог сказал ему что чтобы он не следовал иным богам но он не исполнил того что заповедовал ему Господь за то что так тебе делается обет Господь и ты не срогнил завет моего и став моим я отторгну тебя царство и дам его работ твоему надо помнить что Тора было написано 400 лет перед Соломоном Моисеем уже 400 лет прошло они уже знали Тору 400 лет два раза больше чем как долго США существовало так они знали Божий закон читаем нашим государству чтобы они могли делать что они хотят и о них нет отчета Соломон не давал отчет потом читает Левита 24 5 если народ земли не обратит отчей своих на человека того когда он даст из детей своих малогу и не умертвить его то обращу лице мою и на человека того и народ его и землю его и народ его и всех блудящих поседав его чтобы блудно ходить вслед малога это что произошло они отвернули свои глаза и весь Израиль также начали приносить эти жертвы малогу они сказали если Соломон может это делать мы можем это только до царя Иосии что он исцепил все эти идолы малога которые были построены с Соломона потому что люди думали если Соломон делает то это нормально и так Бог исцепил Израиль потому что они повернулись и не действовали когда царь грешил когда мы смотрим на посвящение царств церемонии посвящения храма 3 царств 8 60 64 принес Соломон мирную жертву которую принес он Господу 22 тысячи и так многие удивляются и думают вау смотри какой он величественный так он приносит 22 тысячи крупного скота 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота это много животных так посвятил храм Господу царе и потом что осветил среднюю часть двора но царь это не может сделать только священник может который пред храмом совершил там всесожжение хлебное приношение и вознесся тук мирных жертв потому что медный жертв который вы здесь видите смотрите что написано потому что медный жертв был мал не сильно важный по сравнению со всего жертвами можете это представить это как кто-то старается выглядеть лучше чем невеста на свадьбе это божий скинь это его храм и соломон даже его не построил тысячи других людей построили он даже не нарисовал рисунку для него это Давид дел и он крадет эту славу от бога и говорит смотри сколько я жертв принес богу да его жертв недостаточно для меня мне надо построить побольше жертв здесь сбоку потому что я такой крутой я такой великий это ужасно возвратимся в бытие 1-2-4 земля же была без вина и пуста и тьма над бездною и дух божий носился над водой и сказал бог да будет свет и сам свет и увидел бог свет что он хорош и отделил бог свет от тьмы псалты 119-130 откровение слов твоих просвещает вразумляет простых первое что бог мог сказать он открывает свой рот и есть этот свет потому что это первое слово которое исходит с его уст откровение слов твоих просвещают что важно чтобы мы поняли то что мы отвечать за наши слова приносит ли наши слова свет этот мир или они создают хаос и темноту мы все будем ответственны за каждое слово которое мы скажем и мы должны понять что слова очень важны это как бог создал все мы создаем этот мир вокруг нас нашими словами или оно будет негативно и будем думать почему столько негативных людей и будем говорить позитивно и будем благодарны что у нас столько позитивных людей но мы должны понять какие важные слова мы создаем наш мир через наших слов и мы будем давать отчет за каждое слово которое мы скажем сказав это давайте встанем и когда мы вводим из исхода входим в левит на следующей неделе что мы всегда делаем когда мы закрываем одну книгу мы говорим это казак вини казак будьте сильными будьте сильными и давайте укрепимся аминь наш отец на царь мы так благодарим что мы знаем ты сказал Моисею чтобы он был сильный и Моисея и потом ты сказал Иисусу на вину чтобы он тоже был сильный и мы знаем что время в котором мы живем то что мы были сильными и так мы просим чтобы ты укрепил каждого из нас и так мы благодарим за все те которые здесь и вокруг мира которые хотят внести Тор свет Торы к народу через свои жертвы через свои дары мы знаем что мы все отвечаем тебе за то как мы используем наше время используем наши финансы и как мы используем наши слова и так я прошу чтобы каждый из нас строили золотом серебром и драгоценными камнями и не этим деревом во имя и шоу аминь благословен ты Господь наш Бог Создатель и Царь Вселенной ты благословил нас твоей Торы и правды ты благословил нас всем советом твоего живого слова через силу твоего Духа Святого через законченного дела ты один посадил между нами вечную жизнь благословен ты Господь наш Бог аминь может идти на перерыв отец ты так прекрасен мы слушаем самым прекрасному Богу одному настоящему нету другого Бога подобного тебе и так отец мы хотим помолиться сейчас друзей соседей которые ранены может физически ранены или эмоционально психологически может у них есть какие-то болезни недостатки мы мы хотим помолиться тех которых мы любим те которые нуждаются от этого прикосновения твоего мы также молим о тех которые имеют финансовые нужды помоги использовать нас чтобы исполнить эти нужды если они нуждаются в доме машине или может еде используй нас мы твои руки мы твои ноги здесь на земле и так мы просим чтобы твоя воля исполнилась на земле как на небе и пусть скажем мы также мы хотим помолиться о нашем народе это время мы хотим быть этим народом овц не козлов мы также молимся о своих лидерах политических религиозных чтобы ты повернул их сердца назад к тебе мы также хотим помолиться об Израиле потому что скоро будет прием день который был употреблен когда они должны были быть устремлены мы просим чтобы твои ангелы сохраняли их аминь во имя Иисуса вы можете присесть вы готовы присягнулись ли вы сегодня надо будет присягнуть плечи так же мы глубинаемся еще глубже я дополнил три сега вашим конспектом вы уже знаете эти стихи но если вы хотите иметь их мы углубляемся в Евангелие чтобы найти это глубже значение и мы также исправляем ошибки это почему Дени и я работаем вместе чтобы исправить те неправильные понятия Луки 22 15 все знают этот стих и здесь Христос совет ученика сказал очень желаю я есть с вами пасу прежде моего страдания Христос Христос хочет есть эту пасху вместе с ними и потом в 19 стиху мы читаем он поблагодарил он поломал и дал им сказал это мое тело которое за вас предается все творите мое воспоминание и когда мы читаем преломил и подал о чем он говорит он не говорил о хлебопреломлении он говорил об этом пасенном сейдер этот сейдер они должны теперь помнить того и когда празднуется пасха какой день какой месяц 14 нисана при дом 1 Коримфианам 11 он говорил об этом не хотя его там даже не было он сказал когда он поблагодарил он поломил хлеб и сказал если это мое тело переломлено для вас делайте это мое воспоминание сейдер это это паса также чаша после вечера сказал сейдер чаша есть новый завет моей крови сейт творите когда только будете пить мое воспоминание опять это проблема когда мы говорим это последний обед это как последний обед перед тем как кто-то умрет это не дата но когда мы называем его последний паса или сейдер это 14 нисана и прочитаем при тем как я приду к этому давайте ваше день рождения представим что ваше день рождения 1 июня итак твоя семья хотя твое день рождения 1 июня мы будем праздновать в августе празднуете ли вы кого-то день рождения 3 месяца перед или после их день рождения или юбилей вы замужем и ваше юбилей 1 августа ваш муж сказал давайте будем праздновать его в феврале это непонятно похоже пасха падает на 14 нисана нельзя праздновать пасху или месяц перед тем или пасху после того бог определил время и это дата 14 нисана иоанна 18 39 есть же у вас убитие чтобы я одного отпускал вам на пасху хотите ли отпущу вам царя иудейского это все происходит в пасху кого не освободили вместо Ишуа вараву который означает бар сын отца он был сын отца отца вместо того чтобы освободить сына отца они освободили другого сына отца и потом читаем что происходит на кресте Иоанна 19 26 27 Иисус увидел Матер и ученик тут стоящего с которого любил говорит Матер своей жена сет твой потом говорит ученику себе мать твоя и с этого времени ученик все взял ее к себе что что произошло что произошло Иоанн Иисуса мама Мирием или Мария у женщин туда не было никаких прав у них ничего не было если у них не было брата отца дяди у них были большие проблемы и так Ишиу говорит Иоанне ты позаботься о ней и это почему они обои переселились в Ефес это где они жили я даже был в их доме в прошлом году но Левитом 23 5 6 это второе Левит 23 5 6 первый месяц 14 день кто знает что этот первый месяц не январь а как называется этот месяц нисан это еврейская пасха но мы не читаем что пасха иудеев а пасха господня и пятнадцатый день тот же месяц праздник опресников господа 7 дней ещие опресники и так исход 12 1 2 они все равно египте сказал господь москве иерона в земле египетской говоря месяц сей добудет у вас начало месяцев первым добудет он у вас между месяцами года некоторым это трудно понять но надо это послушать услышать первая заповедь которая была дана израиль она была дана в египте это бог сказал встаньте на мой календарь или следите моему календарю первая заповедь в 10 заповедей это я бог не погоняйтесь другим богам и самая великая заповедь это любить господа всей душой силой крепостью самая великая проповедь это шма первая заповедь которая на камнях была написана я первый бог я бог который вывел тебя из египта первая заповедь была дана год перед тем это встаньте на мой календарь или присоединиться к моему календарю потому что как вы можете встретиться с богом если вы не согласились на времени когда я встречаюсь с 7 из других стран я надо договориться какое время мы используем если не скажу 10 я говорю 10 это пасифик если мы хотим встретиться с богом мы должны быть на его календаре первая заповедь которую господь дал израиль это если ты хочешь жениться мы должны согласиться одни я чуть-чуть поговорить о Ириде и Агриппе кто помнит Ирада Агриппу он правил с 41 до 44 года он был назначен императором Клавдием в 41 году и он был очень популярной фигурой между среди евреев и иудеев это почему он убил Иакова и она потому что евреи которые не послушались Мессию они хорошо дружили и так эти люди возмущаются Ираду и он убивает этих первых верующих и так читаем Диане 21 3 в то время царь Ирод Агриппа поднял руки на некоторых из принадлежавших церкви чтобы сделать им зло и убил Иакова брата Янова мечом видишь это приятное иудеям след за тем взял и Петра тогда были дни опресников Посмотрим на эту табличку Дени Бен Гиги он создал этот ролик это Библия по интернету называется Мастер изучений это Новый Завет на английском на греческом и на еврейском и это то же самое время вы можете все это читать так посмотрим Иоанна 18 39 у вас есть обычай чтобы сделать что чтобы опускал вам на пасху хотите ли отпущу вам царя иудейского я покажу это на на греческом это слово пасха это откуда у нас получается агнес пасх и это пасха на греческом пасха звучит как английским словом пасха а на еврейте и на еврейте называется пейсак и вот мы видим пейсак еврейт был первый был пейсак на еврейте потом он звучит пасха на греческом и он звучит пасхай на английском Всем это понятно? Давайте прочитаем Деяние 12.4. Вот еврейское слово Песха. Песха. Какое греческое слово? Пас. И что должно быть там написано? Пасха. Но... И потом по-английски есть два слова для Пасхи. Тогда не было этого праздника Пасхи, который мы сейчас празднуем, или Истер. И это почему мы исправляем эти ошибки в Библии. Почему-то перевели это слово Пасха, как Пасха, но здесь его поменяли к другому слову, которое звучит как Истер. Это не специально. Зали эту ошибку, и она находится в вашей Библии. Кто знает, что этот вторник, это весна. Первый день весны. Все любят этот сезон. Как вы знаете, что это весна, потому что это эквенакс. Солнце первое конденсивное, а летом оно на уклоне. И, конечно, в Южной Африке, наоборот, оно крутится. Но 19 марта, это вторник, это первый день весны. И этот человек, который мы здесь видим, это Константин. И Константин, ему было... Он жил во время 300... И он определил... Кто знает, что он не знал Тору? Вообще не знал. Потому что, хотя он стал первым верующим правителем, Он один из первых христианских императоров, Который сказал, что пасха должна празднуться После полной луны. Во время весны. Потому что Библия решила, что должно произойти весной. И так они подождали до эквенакс. И когда эквенакс пришли, Это равнодействие. Они подождали первое воскресенье после полной луны. Вот мы сегодня... Паршат Пакудей. Это сегодня. Суббота 16. Но... Это... Это дар первый. Или первый, а второй дар. Это новая луна. Это неделя перед этим. Мы уже одну неделю прожили в Адар. Вот это полная луна. И потом, конечно, две недели спустя. Это полная луна. И будем праздновать Пурим. И мы празднуем это Пурим на следующей неделе. И Пурим это 15-го адара. И вот Пурим. Это полная луна. Вот это первый день весны. Следующий вторник. И что мы встречаем? Здесь Пасха празднуется 31-го. Но теперь уже 13-й месяц. Не первый месяц. Вот Пасха празднуется. Означает, если вы верите в Добрую или Пятницу, когда Христос был распят, это оно здесь находится. Это неделя после полной луны. Это не даже происходит во время полной луны, как оно должно произойти. И кроме этого, мне кажется, это 29-го адара. Она не является 14-го Ниссана. Это второе адара, 19. Но он должен умреть не только Пасу, но и полной луну. Константину не нравилось, что они не могли определить, когда настоящая Паса, потому что она была сделана по еврейскому календарю, который они ненавидели. И так они создали Пасу, когда они хотели. Когда Христос говорил, помните, Пасу, Он говорил о смерти, не о воскресении. И так они решили, когда они хотят праздновать воскресение, используя экванакс. Но как вы можете праздновать его воскресение месяц перед тем, как он даже умирает? И так я хочу занять минуту и поговорить об этом. Второй Тимофей 4.22. Это второе письмо, которое написал Тимофей. Он был первым епископом Ефеси. Это Павел его рук положил на епископа. Он пишет Рима, когда он был прицел перед Нероном. Так, это Агаса. Цесарь Агаса. Это 27 до 14, после нынешнего эра. Потом Тиберия. Цесарь Агаса. Он правил от 14 до 37. Это во время служения Мессии. Потом была Калегила от 37 до 41 года. Все они задействованы. Это дяди, племянники. Они все родственники. Потом Тиберия. Цесарь. Он был от 41 до 54. Потом Нерон. И он был от 54 до 68. Петр умирает в 64 году. Павел следит пред Нероном второй раз. Храм уже, мы вспомним, что был исцеплен в 70 году. Он правит до 68 года июня. Потом после него есть Веспасин. Он тот, кто правит от 69 до 79. Его сын Тит и его брат Дамит. Это два сына. Это тот, кто истребил храм, когда его отец царствовал. И потом он царствовал от 24 июня 79 до 13 сентября 81. Потом его брат, соотправителем Дамит, июня 81 до 96 года. И мы знаем, что Иоанн дольше этого прожил. Этот Эпископ Рома, этот год 88, это был Климет. Климет в вашей Библии. Вы можете написать Климет в вашей Библии, и вы найдете. А если это человек Палликарп, в год 95-й, это в это время он был Епископ Смирный. Это одна из всех собраний в Откровении. Дамит, 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 это был брат, он от 81 до 96. Это тот, кто в тюрьму посадил Иоанна на Патмосе. Он отсылает Иоанна. Он издал Иоанна на Патмосе, но тот год перед тем, как он умер. Когда он умер, потому что он был убит. И потом нерва, после того, как его убил, год спустя, они освобожают Иоанна с Патмоса. И потом Айя определяет, чтобы Поликарп стал этим Епископом. Ему только было 26 лет тогда. И 60 лет Поликарп действует как Епископ. Это во время года Трояна. Потом, когда он убивает Дамития, он освобождает Иоанна. Потом Иоанн возвращается в Дефис, чтобы позаботиться о Марии. Это где он пишет Евангелие и пишет первое, второе, третье послание Иоанна. Он пишет эти письма. Он также пишет Откровение на Патмосе, потом он пишет свои послания и Евангелие Иоанна. Христос умер в 30-ом году, и это 50 лет спустя, что он пишет это Евангелие. После освобождения, по словам Иринии, это был один из его студентов, что он подвязался до времени Трояна. Он умирает где-то в 42-ом году, от Троян правилов 98 до 117. Но, как я хочу вас всех удивить, то бы я хотел, чтобы апостол Иоанн был в вашем собрании, в вашей церкви. Есть большие церкви, как мы очень рады, если кто-то сихак за нами приходит. А можете представить, если Иоанн был в нашем собрании? Было бы это круто. Знали вы, что есть стих Библии, где Иоанн был выгнан из церкви. Я покажу вам стих в вашей Библии, где апостол Иоанн. Не только его выгнали, всех евреев и знали. И каждый язычник, который хотел пустить евреев, тоже их и знали. Можете ли вы представить что-то в вашей Библии? Никто не знает, где это находится, но оно там. 3 Иоанна 9-10. Это почти 50 лет после, как Иоанн воскрес. Он говорит, диатрефи. Но любящие первые звать у них диатреф, знаком диатреф. Это звучит как русское, латинское имя. Нет, это греческое. И оно говорит, тот, кто любит Бога Зус. И в Евангелии мы читаем, Иоанн говорит, не будьте как греки или язычник, которые любят править. Но что мы замечаем здесь? Посему я писал церкви. Он уже освобожден. Он должен поделиться этой книгой откровения. Но эти церкви, диатреф, который любит первенство, не принимает нас. Посему если я приду, то напомню о делах, которых он делает, понося нас злыми словами, недовольствую с тем. Сам не принимает братьев и запрещает желающим изгонять их церкви. Я не думаю это на ваших конспектах, но вы можете это записать. 3 Иоанна 1, 9, 10 стих. Да, только одна глава, но 9, 10 стих. Но что интересно, можете как и знали апостол Иоанна из этого церкви, что храм истеблён в 70-м году. Евреи уходят в разные места, и теориязычники правят этими синагогами. Они не принимают назад этих евреев. Я покажу вам это. Следующий епископ это Комент. Это от 88-97. Поликарп, который был, родился год перед тем, как храм был осерплён. Ему уже 26, когда Иоанн ставит его как епископом Смирный, и он живёт до 886. Поликарп. Поликарп знает Иоанна лично. Он студент Иоанна, и потом Иоанн ставит его как епископ Смирный. Потом Клемет, это епископ в Риме. конечно, их не называют епископом в католической вере, их называют Папой Римским. А потом есть Эвариста, и он был 97-105. Иоанн ещё жив, и всё равно учит Поликарпа. Вот Эваристас. Смирно находится здесь. Поликарп это епископ, и он приезжает Поликрет стать новым епископом над Ефесой. Иоанн и Мария живут в Ефесе. Я был в их доме в прошлом году. Мы были в Черке, и мы пошли в эти семь церквей в Азии, потом мы пришли к Греции. Но смена Ефеса просто 35 миль от друг друга. Как такому отец? Это не сильно далеко. Поликарп умер в 155. И потом год спустя был этот документ, который был написан Те, которые сами это видели, сказала о его героической смерти. Он написал это как письмо, и оно пошло в все собрания. Но вот это стена, которую я построил. Здесь вот Азия, здесь Европа. Проблема в Риме, а не в Евреям, Азия, вы не правите над нами. Итак, епископ Рима, он говорит, что он теперь властвует над всеми еписками в других городах. И это связь, Истанбул, это связь между Азией и Европой. Вот здесь находится Иерусалим. В Азии. Что интересно, это Иоанн, который был в Патмос. Не было этой письме к церквям, даже в Риме. Есть Хейдриан, не знаю, что был потом Антониус Пайас, потом Маркас, Ариас, извините, Кламдиас. Это епископы Рима, и как долго они правили. И здесь мы считаем, сколько лет они правили. Мы знаем, что Поликарп был от 95 до 155 смирный, и потом он Поликрет был от 156 до 196 и они хорошие друзья. Поликарп у него это несогласие с в Риме Анникета по поводу Пасхи. И Анникета говорит, мы не будем праздновать Пасху, мы будем праздновать это воскресенье. Но мы не знаем, когда это воскресенье произошло, только мы знаем, когда это Пасха, это 14-й Несана. Но есть это против, это такое состояние против евреев, они не знают календарь еврейский, они очень зависят от евреев, и так они говорят, мы будем праздновать воскресенье не Пасха, но не связаны. В этом месяце Пасха через пару недель. Как мог он воскрес месяц перед тем, когда он умер? Но это что произвело постоянно последних 2000 лет из-за этого спора. И потом Поликарп 195, у него тоже есть этот спор. Бисап Виктор, какой день они будут праздновать Пасу? Будет праздновать Пасу или воскресенье? Я это сфотографировал вчера. Я был Иннамкла. Вот эта церковь Назарев. Вот у них Добрый Четверг, Страстная Пятница, и потом воскресенье. Они будут праздновать в воскресенье. Нет, они будут праздновать Пасу с яйцами с кролика. Это что теперь важно. И давайте я вам расскажу маленькую историю. Где я начну? Гилл, сколько тебе? Ему 96. Этот молодой мужчина, который здесь находится, Палликарп, ему было 86. когда-то все произошло. И слушайте это. Это был год написан после этого события. Давайте я возвращусь. Палликарп спорит о Пасе или воскресенье. Это год 155-й, когда он собирается умереть. Нисфа только встает епископом. И он молодой, думает, что он лучше знать. И Палликарп. Вот, 195. И это несогласие с Виктором. И эта история с Пасой не начала с Константином. Она начала 200 лет перед этим. Это был этот спор так долго. И мы видим, как язычники правительства к Виах, и они выгоняют Иоанна, Апостола, и других верующих, которые согласились. И они свои учения имеют, как Сократис, Аристопла, Плату. После это несогласие между Палликарпом и тот епископом Рима и не может согласиться с Пасхой. Это произошло в 65-м году. Он говорит, Палликарп защищал, чтобы Пасху праздновали по-еврети. Но этот римский епископ решил поменять на воскресенье. И Палликарп остается верным тому, что мы научили. И потом Палликарп остается епископом на Ефеса. И потом Марк остались от 163-180. Потом есть епископ Римский Виктор 189-199. Потом между Палликарпом и Палликарпом епископ Ефеса и Виктором, которое разорвалось в году 195-м. И это более осый спор. И потом дискуссия начала вырождаться. И потом в гневе Виктор это епископ или поп Римска говорит, что он отлучает Поликрата и всех, кто разделяет его взгляды. Он говорит, вы все епископы всех этих собраний в Азии. Я отлучаю всех вас. Я терпос. Все пригожания Азии остались верны Библии, древней традиции, что 14-й день месяца Несана это полная луна, которой евреям было повелено, чтобы приносить эту жертву ягня, что должна отмечаться, как этот праздник Пасхи Спасителя. И к чести все епископы Азии во главе Поликрата стояли на своем и не собирались идти на компромисс об этой истине. Поликрат говорит, что мы должны подчиняться Богу, а не человеку. И поэтому он написал это письмо папе Виктору. Мы собираем тот же день, 14-го Несана для Пасы мы не правляем и не убавляем. Это напоминает попу, что Паса не может быть изменена людьми. Поликрат дальше писал. В Азии уснули святила великие, которые восстанут опять в день пришествия, когда он придет во славе и отыщит всех святых. Мужей Божьей. Они знали, что произошло из святых воскресенья. Несмотря на их защиту, епископ Виктор отлучил от церкви Поликрат всех поддерживших его епископ. Но он позже отменил свое решение, когда Ирине вмешался. Ирина это был женщин, который учился под Поликарпом и потом стал епископом Франции. Итак, он убедил, чтобы тот поменял свое мнение. И что удивительно, в Римской империи было это трение, потому что многие христиане отвергали богов, которые другие клонялись. Вы знаете, что язычники назвали верующих атеистами. У рима было столько богов, а верующие не верят этих богов, и поэтому они говорят, вы верующие атеисты. Возвращаемся к поликарпу. Поликарп, он сказал точно, что настоящие атеисты, а те, которые не поклоняются настоящему богу. И когда эта история начинается, о том, как поликарп умер, что случилось, поликарпа, они убили поликарпа, потому что он убежал. Но он решил, что нет, он не будет скрываться. Но он просто поселился на земле, поликарпа, так, конная полиция приехала в пятницу, они с вами обычное оружие, как будто они пришли на бодита. Вечером они прибыли арестовать поликарпа, и обнаружили, что он просто дыхает сверху. Он мог просто сбежать, но он решил остаться, и сказал, используется Божья воля. Когда поликарп услышал, что уже полиция зашла, он спустился вниз, и порвился на земле. Все были удивлены его возрастом и смелостью, и задавали вопросом, почему нужно так торопиться с арестом 86-летнего старика, несмотря на поздний час, что он сделал. Он велел им накрыть стол, и он дал им ужин, сколько они захотели. Он потом попросил их если они просто дали ему час помолиться, и они согласились. Итак, поликарп писал молиться громко, чтобы все его слышали. Он так громко молился, и потом был наполнен плодатью Божьей. И два часа он молился с этими людьми, которые хотели его арестовать. И слушавши его, были удивлены многие сожалели, что они пришли арестовать этого большиного старца. Когда поликарп закончил свою молитву, вспомнив всех тех, которые ему подались по пути, малые и великие, и они посадили его на сло, и потом повели его в город. И потом начальник полиции, Смирня, которого имя было, Ират, что-то отец Ират и его отец Никита встретили поликарпа и взяли его в свою карету. Скажи, спаси себя. И сидя рядом с ними, они пытались уверить его, чтобы он поменял свое мнение. Почему ты не можешь сказать, что господин Цезарь, и принеси жертву. И потом ты спасешь себя от смерти. Поликарп сначала ничего не говорил. Но когда они продолжали, он сказал, я не буду делать того, что вы советуете. Тогда они отказались его оговаривать и начали угрожать. Потом они выгнали его с вагона, и он даже поцарапал свою голень, даже не оборачиваясь, как будто ничего даже не почувствовал. Поликарп быстро дальше пошел и отвели его в этот стадион. Когда он вошел, к нему раздался голос с неба, будь сильным, Поликарп, и поступай как мужчина. Никто не видел говорящего, но его друзья услышали этот голос. Поликарп писал перед проконсулом, он даже пытался убедить его, отриться от веры. уважай свой возраст, клянись божественной силой Цезаря, извини свое мнение, скажи, удалите атеистов, но Поликарп с рожественным взглядом, смотря на столпуск, показал на них и сказал на небо, он такой, удалите этих атеистов, вы, те, которые на Сайоне сидите. Потом проконсул убежал его сильнее, принеси клятву, и я отпущу тебя, прокляни миссию. Поликарп сказал, ему уже 86 лет, я служил, и он не раз мне не делал ничего плохого, как я могу гулять моего царя, который спас меня, когда проконсул продолжал настаивать, поклянись божественной силой Цезаря, Поликарп ответил, слушай, я верующий, если вы хотите узнать христианское послание, организуйте встречу, я выслушаю меня, и потом проконсул сказал, у меня дикие животные, я их брошу к тебе, ответил Поликарп позови их, презирай диких зверей, и я зажжу тебя заживо, если ты передумай, сказал проконсул, Поликарп сказал, ты грозишь меня огнем, который только недолго горит, и потом гасает, а ты не знаете о грядущем огне, о вечном наказании, которое ожидает начислицев, почему ты ждешь, делай, делай, что ты хочешь, проконсул был землен, и трижды послал своего Герольда на середину арену, чтобы видеть, Поликарп заявил, что он христианин, после этого объявления, вся толпа взревела дикого гнева, и сказал, это отец христиан, губитель наших богов, который учит многие перестать приносить жертвы богам, потом кричат одним голом, они потребовали сжечь Поликарпа заживо, толпа спешила собрать дрова, и растопку из лавок и бань, и они собрали все эти дрова, когда котер был готов, снял с себя верхнюю дежу, расстегнул пояс, и даже попытался снять обувь, и они начали складывать эти дрова вокруг него, они собирались привозить его в столбу, но Поликарп сказал, посадь, ставьте меня, тот, кто даст мне силу, вынеси огонь, также поможет мне остаться в огне, не двигаясь, даже если вы не прибьете меня, и потом сказал эту молитву, и тогда он сказал мне, люди, ответственные за огонь, зажгли его, и было там в великое пламя, мы, которые видели это, увидели великое чудо, и нас огранили живых, чтобы мы могли рассказать другим, что произошло, огонь принял форму сватчатого помещения, похоже, он наполненный ветром парус корабля, и окружил тело Поликарпа, как сена, удивляясь, что его тело не может загореть в огне, беззаконники в конце концов приказали Палачу подойти и заколоть Поликарпа кинжалом, и это, что произошло, это история Поликарпа, который всегда спорил перед этим, первым солете, втором солете, потом мы переходим к сбору Никейским, мне кажется, вы все знаете этот Никейский собор, но хочу, чтобы вы заметили, Никейский Никейский находится здесь, мне кажется, она где-то у меня есть на карте, Ницца, вот Косинополь, Астамбул, и потом Ницца, Рим завладел Азией, и теперь политически Рим властвует, теперь они отвечают за это местность, и не хочу сказать церкви, что им можно делать, это во время Константина, и послушайте это, посвятим на ваши конспекты, числа 9, 9, 11, мы будем заканчивать этим, и сказал Господь Моисею, говоря, скажите нам, Израилев, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет дайной дороге, то он должен совершать пасу Господню в 14-й день второго месяца, второго месяца, Бог сказал, если вы не можете кушать первого месяца 14-го дня, вы можете праздновать 14-й день второго месяца, но Константин никогда не читал Библию, у него даже нет, он даже не может это знать, и посмотрите, что он пишет, это Константина слова, когда возник вопрос о священном празднике пасе, было угодно, чтобы все праздновали этот праздник один день, мы должны делать то, что удобно или то, что Бог говорит? Должим ли следовать то, что большинство говорит? Или может наше мышление или логику использовать? Но читаем, что он написал, отвернув их обычаи евреев, мы можем предать нашим потомкам законный способ празднования пасы, поэтому нам не следует ничего общего с евреем, ибо Спаситель указал нам иной путь. Наше служение следует после более законным и более удобным курсу по порядку дней недели. И следовательно, единогласно приняв этот способ, мы желаем, дорогие братья, отделить себя отвратительной общество евреев, они не обладают истинным. В этом пасе нам вопрос, ибо свои симпатии и отвращения ко всем улучшениям, они часто празднуют две пасы в один и тот же год. Мы не могли подражать тем, кто открыто заблужается. Подождите, что здесь написано? Как же тогда мы могли бы следовать за этими евреями, которые наверняка ослеплены ошибкой, ибо праздновать пасу дважды в году совершенно недопустимо. Но даже если бы это было не так, все равно вашим долгом было бы не запятнать свою душу общением с такими нечестивыми людьми евреями. Вы должны учитывать не только, что число церквей в этих провинциях составляет большинство, но и то, что правильно требовать того, что оботребляет наш разум, что мы не должны иметь ничего общего с евреями. И это почему у нас есть паса в этом году. Мы идем по большинству или то, что логика, но она так не работает. Но в этом году церковь будет праздновать пасу месяц перед пасой. И это произошло только потому, что мы пошли по традициям людей и не по заповедям Божьим. Я хотел поделиться перед пасой. Я не хочу использовать вашу пасу, но это не когда Бог хочет, чтобы мы ее праздновали. Я люблю праздновать воскресенье. Я люблю праздновать также мой юбилей. Но я не делаю это два месяца спустя или раньше. Если вы любите человека в ваших отношениях, и он Боас или Василин, надо праздновать его праздники, когда он сказал. Понятно ли это? Надо праздновать ваше день рождения на день вашего рождения, не четыре месяца спустя. Особенно то, что Бог определил. Давайте встанем. помоемся. Наш отец, наш царь, мы так благодарим тебя, что мы можем прийти при тобой и учиться в твоего слова. Это находится твоей теории. Мы хотим делать то, что ты заповедовал. То, что ты заповедовал. Никогда нам удобно, никогда большинство так соглашается, никогда наша логика так говорит. Можем делать то, что ты хочешь. Когда ты повелел. И твоя первая заповедь была дана Египте. И ты сказал, встаньте на мой календарь. Мы так благодарим что это время, в котором мы живем. Мы самое великое поколение в истории. Мы поколение, которое будет прямо перед тем, как Мессия придет. И так я молюсь, чтобы повернул наши света к тебе и к твоим заповедям. Отец, мы так благодарим, что не только хочешь нас благословить, но и хочешь поставить свое имя на нас. Как ты сказал, Рон говорит, да благослови тебя, Господь, и сохрани тебя. Да призрит на тебя, Господь, с этим лицем своим. Помилуй тебя. Да обратил Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Это самое прекрасное имя. Эйя, Аминь.